Ка-чин! Гош, ты меня пугаешь. Зачем ты надел очки маньяка? Чтобы все знали, что если висит ружье, то оно когда-нибудь выстрелит. На спектакле, как там говорят. То есть это даже не угроза, понимаете? Это не угроза. Ты открыто говоришь, что ты маньяк? Да, я открыто говорю, что что-то в этом выпуске может произойти, чтобы люди смотрели, удержания было больше. Я тебе, кстати, хотел сказать спасибо. Знаешь, за что? За что? Вы были с Сашей Роговым тут много лет назад. И Гоша говорит, погодите, я здесь был. Давно-давно. Здесь был... Что тут был? Шоу-рум. Офис, да. Шоу-рум. И я, говорит, курил вот там. Там, во втором входе, мы такие, ахстись, тут одна дверь. Да, да. Он говорит, не, 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 вы не знаете, у вас в офисе есть вторая дверь. И мы через полтора года откопали эту дверь, и если хочешь, потом можешь покурить. Через нее выйти. Нет, я просто... Через ту дверь. Мы не можем говорить про курение только в этом месте. А, может, мы не курим? Мы напишем, что это плохо. Про вторую дверь, это смешно реально, что я тебе об этом рассказал. Ты пользуешься? Там реально можно спуститься вниз, выйти куда-то. Да, там, короче, как ты сказал, что это доходный дом. И у нас есть ход для прислуги. Прикиньте. Ну, и мне туда. Джентльмены, этот выпуск мы записываем совместно с Мегой, которая очень серьезно относится к эко-повестке. И вот они недавно запустили компанию «Просто смешно», которая предлагает расстаться с ненужными вещами, пока их хранение не стало вызывать улыбку. У вас есть какая-то история, воспоминания про вещь, которая очень давно, вернее, которая очень долго была с вами, и вы почему-то ее никуда не отдавали, не избавлялись с нее? Блин, тут надо подумать. У меня из любимых таких вещей это я специально даже купил джинсы Рафа Симмонса, потому что к ним шел скотч, и он продавался отдельно. Чего-чего? Скотч, клейка изолента. Год какой? Какой год? Да. Сейчас 24-й. А тогда был, я не знаю, какой это, ну, семь лет со мной живет этот скотч. Семь. Семь лет. И он... Погоди, ты купил джинсы специально из-за скотча? Да, потому что так было выгодно, и скотч отдельно продавался дороже. Какой-то брендированный скотч. Да, дороже, чем джинсы. Чем джинсы, да. Мы тут осознанные ребята. Ты что за историю рассказываешь? Скотч, это полезная вещь, подумал я. Но я просто, понимаешь, я очень люблю какой-то вменяемый юмор в моде. И вот мне кажется, что сделать скотч за много денег Рафу Симмонсу, это был прикол. И там какая была логика? Он продавал ряд вещей. Это были толстовки с этим скотчем приклеенным, бейсболки и джинсы. И ты, когда стирал его, ну, предмет этот одежды, у тебя там он со временем, естественно, отклеился. Для того, чтобы ты мог это обновить, он давал тебе в комплекте скотч с этим. И он продавался также отдельно. Но стоило очень дорого. Я подумал, ну, окей, возьму абсолютно базовые синие джинсы, которые он делает из сезона в сезон. Ну, потому что к ним идет скотч. И он у меня стоял в офисе давно, очень долго. Я купил специальную подставку для него, чтобы все угорали. Это такой стеклянный колба, на которой на деревянной подставке стоял скотч в пакете целый фанал. Как? Вот эти розы продают. Да, да, да. Там был Александр Афимас, он у меня стоял как такой, не знаю, объект. И все задавали очень много вопросов, зачем он нужен. Это правда такая странная вещь, которую прикольно иметь, когда тебе хочется, у тебя есть место, где хочется, чтобы люди что-то спрашивали, какое-то развлечение, в частности, людей. Но глобально вот сейчас, так как у меня нет больше необходимости принимать, как в школе раньше, много гостей, это абсолютно бессмысленная вещь. И она со мной путешествует из съемной квартиры в съемную квартиру. и я на нее все время смотрю и не понимаю смысла вообще ее. И сейчас я от нее избавляюсь, например, пытаюсь ее как-то выгодно продать, перепродать. Чтобы... Ну, мне просто жалко, потому что она для меня это часть какой-то важной моей истории. То есть я гордился этой покупкой. Мне кажется, что коллекционеры определенные, они это оценят. И вторая такая вещь. Я из Нью-Йорка, могу себе позволить, в какой-то момент привез... Из Нью-Йорка, надо говорить. Из Нью-Йорка. Из Нью-Йорка привез баскетбольный мяч, на котором написано Валентина Валет... Не хочешь купить, кстати? 1030, я, по-моему, продаю сейчас. Валетене на них... Черный такой, да? Черный, да, написанный. Потому что был поп-ап в ЦУМе, но я не успел там купить. И они потом следующие были в Нью-Йорке, и я как раз там оказался. Очень напав вся история. И я тащил его с собой в ручной кладе, в специальной сетке, потому что его нельзя было класть никуда. Сейчас он у меня валяется на складе, просто смятый, вот такое вот больно, никому не нужно. Это вот из истории... Не хочешь купить, кстати? Больно никому не нужно. Короче, еще в какой-то момент Dolce & Gabbana, такой бренд. Когда у них было все хорошо, они были... Серьезно? Есть такой бренд, да? Я не знаю, может быть, у тебя какие-то игрушки здесь стоят. Может, надо объяснить? На ес сейчас был. Короче, они выпустили коллекцию, когда они делали красивые мужские коллекции. Это когда? Ну, были, это 2007, 10, 12. Они сделали тулупы, дубленки, тулупы, очень симпатичные. Я приезжаю к бате на Камчатку, на дачу, вижу у него обычный, вот такой классический русский, я не знаю даже, где их делают, тулуп из медвежьей шкуры, белый. И я понимаю, что мне нужно, что из него можно, денег-то не было, из него можно шить, просто отрезать низ и шить как раз ту самую модную Dolce & Gabbana дубленку из медведя, в которую я буду гонять. Я привез с собой это в Петербург. А он весил, я даже... А не тяжелый, капец. Но килограмм 15-20, представляете, изделия весят. То есть он вообще неподъемный, но теплый конкретно. И я привез с собой, и я пытался это сделать, ну, то есть заняться этим тулупом 4 года, а по итогу мне пришлось его выкинуть, потому что я уже говорю, ну все, ну я это никогда не сделаю. Даже не продать. Да-да, тогда все это не было как бы актуально, и просто, да ты можешь прекратить разваливаться? Отчасти. Я удивляюсь, как я вообще смог дойти. Это лишние детали, которые надо ждать в переработку. Лишние детали, да. Но ты знаешь, вот я могу тебе сказать, что мне кажется, все вещи, которые остаются надолго по какой-то причине, они все из детства или из какого-то такого, знаешь, времени, когда у тебя не слишком много денег, и ты пытаешься как-то выделиться за счет какой-то невероятной креативной идеи. В моем, например, в моем случае это были, когда я учился еще в школе, причем в классе в шестом, у моей сестры старшей был свой секонд-хенд. О-о-о! То есть я их люблю с тех самых пор. Короче, смысл в том, что к ней приходили поставки огромными мешками одежды из Голландии, по-моему, если не ошибаюсь, и, соответственно, у меня было право первой ночи, я их все дербанил и выискивал. И у меня, короче, была фишка. Поскольку в школе была форма, нужно было ходить в костюме и в галстуке обязательно. Я решил, что мои галстуки будут всеми теми дебильными, которые я находил в этих мешках. И они все до сих пор хранятся. У меня родители, их, наверное, штук 100. С Симпсонами, с Тасманским Дьяволом, вот такие идиотские максимально. Тебе надо устроить распродаж. Я устрою однажды. Я, может быть, их буду разыгрывать. Слушай, Леш, а у твоей сестры все еще есть? Нет, нет. У меня история, я только что вспомнил, фантомные боли. Короче, ты начал историю рассказать. Это и моя история тоже. У меня мама работала в Центре социальной помощи. Она ходила всяким, бабушкам помогала и так далее. И им откуда-то привозили огромные партии секонд-хенд одежды. А мы огромная семья, я третий ребенок в семье, самый младший. И мама мне приторабанивала вещи, которые вот она, как ты, тоже у нее была пора во первой ночи. Она вот для меня брала оттуда или покупала, я уже не помню. И я... Они меня так бесили. Ну, типа, ну, ни же не новые. Ну, да. Да? Ну, как-то мне так не нравилось, но выбора не было. Я нашел фотки здесь. Тех времен. Вот еще такие вот распечатанные, да? И я офигел, я такой модный. Все вещи невероятно крутые. Я вообще не понимаю, почему он нос воротил. Там была такая куртка вообще, я до сих пор мечтаю ее снова купить. То есть, модник, это у тебя в крови, ты уже здесь с этим занимаешься. Скорее, у мамы моей. Она умела выбирать. Я уже тогда просек, что на самом деле в секонд-хенде можно было уже в 2001 году, считай, одеваться в 2000. И нормально было вообще. Можно было что-нибудь найти. Это только потом уже стало мейнстримом. Я только что понял, что меня красиво одевают женщины. Сначала мама, теперь Марианна. Ну вот, кстати, как будто сильно не сопротивляешься. Нет, потому что всегда срабатывает. Показала практика. Это точно. У меня Марианна тут вот под стеклом у меня. Да, смотрит на тебя. Да. Так, друзья, в Меге вы можете найти стартировочную станцию, куда приносите свои ненужные вещи, типа стул, не знаю, скатерть, кружка. Ну, стоит она у вас, значит, занимает место. Вам не нужна совсем пылиться. Несете туда, в этой сортировочной станции эту вещь, либо отправляет на переработку, либо на благотворительность. Потому что что для одного как бы мусор, для другого клад. Сама по себе вещь неплохая, нехорошая. Просто в контексте чьей-то жизни вещь может быть очень нужной и совершенно ненужной. Только перед тем, как вы поедете, вы совершенно точно поедете уже завтра в Мегу с вещами сдавать сортировочную станцию, что-либо, уточните онлайн, принимает ли в конкретной Меге, в конкретной сортировочной станции вот вещь. А еще в Мегах есть контейнеры, куда несем вещи. И я имею в виду одежду, да, вот там вещи, которые не одежда, а в контейнеры одежда. И они по такому же принципу работают, что-то отправляется на переработку, вторая жизнь сдается вещам, что-то на благотворительность. Вот. Я вспомнил, что... Короче, ты типа едешь на шопинг и заодно просто берешь то, что... Вы поняли? Ты типа у тебя есть старые вещи, ты их собрал, привез, отдал в благое дело и за новыми пошел. Да, освободил, получается, место. На самом деле, это как бы правда круто, потому что с этим очень большие проблемы, потому что тут еще знаете, какая задача? Не так просто задонатить вещи. То есть ты вот если захочешь куда-то отвезти их к какому-нибудь, я не знаю, детскому дому, например, или что-то, ты не можешь это просто так прийти, постучать в окно и сказать, вот возьмите. Это нужно определенные процессы пройти, чтобы она до них дошла. Поэтому круто, что меня это потребно закрывает. Да. Я тут решил избавиться от вещей и отвез моему брату, старшему, вещи, которые мне не нужны. Мне принесли, привезли, бренд привез, значит, в подарок две пары кроссовок и не знали мой размер. И просто не забрали и забыли вообще про это размер, который мне не подходит. Иначе я ему отнес и куртку. Я, значит, ему отвез и потом спрашивал, ну что, как подошло? Он такой, ты что мне привез? Мне это зачем? Я ему на какой-то вот такой платформе привез, ботинки какую-то. А у меня брат в ВДВ служил. Он такой и не носит. Он говорит, ну спасибо, конечно. Поэтому, да, лучше тут тоже можно захотеть сделать доброе дело и вообще промахнуться. Да, туда. Поэтому это, правда, просто брал и отвез. Мне интересно, зачем тебе понадобились кроссовки на платформе? Потому что, посмотри на меня. Понятно. Я теперь, я теперь, как сказать, фэшн-экспериментатор. Понятно. Сергея Зверева это не останавливало, он до сих пор на платформе ходит. Он еще и баскетболист, кстати. Может быть, его взять в медиабаскет? Сергей Зверев? Можно вопрос? Сергей Зверев? Нет, ну он в... Ну и в 2002 году? А что, на деле мод он сидит в первых рядах? Я реально не слышал про Сергея Зверева, наверное, лет 10. Смотри, он ходит у меня по району, туда-сюда. Серьезно? Да. Я гуляю с собакой. что ты делаешь Алла. А он по ночам? Ради тебя? Нет. Он по ночам ходит? Нет. И стучится в двери? Я иду себе с собакой, а на меня идет человек в шляпе широкополой, в шубе и на платформе. Я не шучу сейчас. И это не ведьма. Это Сергей Зверев. И это не битва экстрасенсов. Мне одно время нравился, как шоумен Зверев. То есть он реально умел развлекать и работать. И 100%. Еще мне кажется, я даже сейчас удивлен, а куда он делся? Нет, нет, он продолжает. Он, во-первых, же акционист. Он поддерживает, там, выступает за Байкал, еще что-то. Он такой. Причем у него уже был сын, который его копия. Там какая-то очень мутная история. Там он куда-то сбежал, убежал. Он его сдал на переработку. Гоша, эти очки, сними их немедленно. Снимите это немедленно. Что они с тобой делают? Они действительно ты как маньяк вот сейчас рассуждаешь. Слушай, есть, как бы птичка на хвосте принесла, что ты год не покупал новые вещи? Да, это офигенно. Мне кажется, я нигде про это не рассказывал. Меня вдохновил мой друг, татуировщик мой. Он, правда, он периодически все устраивает какие-то челленджи, и я наблюдал за тем, как он год не покупал вещи. Почему он год не покупал вещи? Просто как эксперимент. То есть, посмотреть, насколько, доказать себе, насколько это важно. И это было так вдохновляюще, и он через год там, соответственно, продолжил какой-то свой шопинг. И при этом он не модник совсем. То есть, он прям обычный пацан, который в дворе, на турниках подтягивается. Вот такой. И борьбой занимается. И меня это так что-то вдохновило сильно. И еще, плюс, после ТНТ я так устал наряжаться регулярно. даже если сейчас на меня посмотреть, вот тут есть фотография с прошлого подкаста, когда у меня были какие-то очки в черно-золотой раме. Я тут на себя смотрю, какие-то рваны весь. Ну, хотя это желтый цвет. Я, короче, видимо, просто на фоне всего это решил тоже попробовать. И насколько пойдет. И так же, как, например, с бросанием курения. То есть, ты просто смотришь, там, месяц, день, неделя, месяц. Ну, идет или не идет? И вот я подумал, попробую продержаться год или нет. И это офигенно, на самом деле. Челлендж, что меня замотивировало? Я в какой-то момент открываю свой гардероб и понимаю, что у меня стоит пара казаков черных, которые год, новые, и я ни разу их не надевал. То есть, я в очередной раз их купил на какой-то распродаже, мне показалось очень выгодно, очень классно, ну, круто сделанная обувь, но она вообще не про меня. Я не знаю, как вот я в казаках, где вы меня видели в них. И я понял, что это странно не носить вещи, которые ты покупаешь. Просто странно, короче. То есть, зачем она у меня лежит? И таким образом, что происходит? Во-первых, ты очень четко понимаешь, что является твоим ДНК в одежде. Ты просто смотришь, какие вещи ты носишь чаще всего, потому что у тебя нет выбора прикрыться новинкой какой-то, типа надеть эти новые кроссовки или еще что-то, потому что у тебя их просто нет. И ты носишь все равно одни и те же вещи постоянно, которые ты искренне любишь. Да. И ты понимаешь, что тебе... Верняк такой. Да-да-да. И ты понимаешь, что точно работаешь, что всегда в любом, везде подходит. Ты понимаешь, что есть огромное количество вещей, которые просто вообще к тебе не имеют никакого отношения. А они у тебя за месяц не отлетели вообще? Не распались? Нет, дальше ты начинаешь... Нет, все, ну как бы там... А как ты себе представляешь, я джинсы ношу, я за коня цепляюсь, и меня... И я такой... Долче Габанова. Ну ты казахи-то зачем купил? Потому что на границе. Судя по всему. Я не понял. А подожди, когда этот челлендж у тебя стартовал? В прошлом году. Ну сколько тебе еще надо не покупать? А, я уже все, он закончился, а я хочу рассказать про его вывод. И прикольно, что помимо этого ты еще... Ты меня хотел подловить? Говорит, а я... Нет, ничего коварного. Мы тебя позвали здесь, Леша, чтобы вывезти на чистую воду. Пока не очень получается. Да, и по итогу я... Ты те вещи, которые у тебя висели, ну ты их редко использовал, ты уже начинаешь их использовать, потому что тебе просто тупо хочется что-то нового. И ты начинаешь как-то внедрять их в свой гардероб активнее. И понимаешь, есть какая-то вещь, которая точно не про меня. Вот цвет мне... Я вот пытался в какой-то момент прям активно работать с цветом, я понял, что ну нет. То есть вот яркие какие-то странные вещи или классические вещи. Я восхищаюсь, что вы в пиджаках. Я просто... Это вообще не мое. У меня все колет, мне неудобно. Я бы здесь уже перепсиховался сто раз, потому что мне нужно было бы вот так постоянно делать. И зачем себя обманывать? И это первый вывод. То есть я понял, что на самом деле является ДНК моего стиля. очень четко, прям трезво. Это первое. Второе, я понял, что нет вообще никаких проблем ничего прям не покупать прямо сейчас, потому что ты... Я даже писал себе список в какой-то... Через полгода я записал список, что я хочу себе купить. И там, самое удивительное, появились те же самые кеды, которые есть у меня, просто новые. Потому что я вот... Ну вот хочу просто, чтобы они нормально выглядели, потому что в тех я уже хожу 4 года. И вот я уже... Ну уже просто... Ну невозможно в них ходить. Уже это странно выглядит. Я уже их и чинил, и чистил, и все. Ну уже просто хочется новые. Они стоптались. И... А после этого я написал этот список, там было 5 позиций. И самое удивительное, что это просто то же самое, что у меня есть, но в другом цвете, в другом материале, там, другой какой-то длины. И все. Я такой, так, ну это вот у меня косуха есть, и мне реально не нужна новая. Ну вот вообще. И таким образом я еще параллельно со всем сетем создал специальный в соцсетях профиль в разных, чтобы просто это все распродавать, чтобы до этого давать вторую жизнь. Потому что я подумал, какой смысл? Нас Мария Кандо, я могу позже про нее рассказать, да? Ты знаешь, где ты? Ну я так примерно. Это повелительница расхромления. А приучила, что круто, когда вещи приносят другому человеку ту эмоцию, которая на тебе не принесет. То есть самое было удивительное, что есть люди, которые вот прям, они ждали, как будто бы, что я это сделаю. И писали мне потом, ты не поверишь, я смотрел на тебе, на эти джинсы на тебе, и зная, что ты высокий, грубо говоря, я понимал, что как круто, что ты вот именно такие джинсы нашел, именно в такой модели, и я вообще максимально тебе признателен за то, что ты сделал такую распродажу. И это прикольно, что ты понимаешь, что есть вторая жизнь у изделия, и у тебя она просто висит мертвым грузом в гардеробе, а человек реально от него кайфует. И это здорово, что такие вещи происходят, и я реально супер доволен этому эксперименту. Я очень доволен этим экспериментом, но, к сожалению, теперь я по-другому начал. Ну, я в какой-то момент у меня опять сорвало крышу. Я опять попал в какой-то очередной аутлет, и там начал судорожно все покупать. Пришел домой, и у тебя четыре пары казаков. Типа того, да. И я решил сделать следующее. Например, вот у меня есть отдельный, извините меня, шкаф для кроссовок, и теперь я не покупаю новые, потому что у меня в нем нет места. То есть, чтобы, если купить, если я прям хочу кроссовки, я должен от каких-то от них избавиться. У тебя большой размер, кстати, да? Да, 46. У меня 45-ый, и это капец. Почему? Ну, потому что у меня много обуви, и я просто уже не знаю, куда ее складывать. Ну, да, поэтому типа продажа, подарки, сдать на переработку, кому-то подарить фонд, это вообще супер идея, потому что и правда в этом нет смысла никакого, они не приносят тебе никакого удовольствия. Вот у тебя есть, я не, но я не понимаю, зачем это правда складирование. У меня к вам вопрос. Давай. Допустим, вы купили вещь новую. Как сразу вы ее наденете? Скорее всего, на следующий же день, если не в этот же. А ты? Нет, я покупаю новые вещи, и... Извините, вы потом, да, выражете весь кашля. Ничему не держишь. Весь коклюш. Весь коклюш. У меня другая история. Я, к сожалению, в этом плане дед. Мне как-то вот Александр Рогов сказал следующую вещь с командой на съемки. Команды все такой, да-да-да, это так и есть. Короче, новая вещь в кадре, не стиранная, которая только из магазина, выглядит круче, чем вещь, которую носили. То есть новая вещь всегда видно, что она новая. Короче, у тебя профдеформация, ты не можешь надеть вещи, порадовать себя, ты ждешь съемки. Я жду съемки, пока я... А что, что новая сегодня не надел? Я сегодня наделся по тематику. А в чем ты? Я исключительно винтажа. Винтаж? Винтаж. Сэнд-хенд. Сэнд-хенд. Найс. И поэтому я, да, реально жду, когда она отработает в кадре, а потом уже, соответственно, я фост вгриву. Мне вообще по барабану кадр, не кадр. Нет, я делю все-таки вещи какие-то действительно для работы, наверное, скорее, и вещи, в которых я хожу гулять с собакой. Типа это все-таки разные категории. И, скорее всего, как раз в вещи, которые мне больше могут пригодиться в работе, я готов вкладываться, а так в жизни я могу носить все, что угодно. Я пытался сказать, что во мне голодный ребенок как бы говорит, если я купил новую вещь, я ее сразу надеваю. И я так, твою мысль про эмоцию, что в одежде, на самом деле, очень много эмоций, и вот в новой вещи, недеванной, как раз вот этот потенциал, какой ты замечательно красивый будешь, да, заложен в ней, и тебе хочется скорее как бы выжить. А по факту это на самом деле не хуже, или не лучше, вернее, вещь, чем... Да, 158-я такая же уже есть. Мы же что, покупаем эмоцию в первую очередь, конечно же. Но я вот при этом, у меня она сохраняется, просто вот я купил кроссовки, у меня есть одни леопардовые. Зачем ты ее? Зашел в Leform случайно. Просто гулял. Слушай, но у тебя, кстати, не одни леопардовые, у тебя еще что-то леопардовое есть. Есть питонное. Но это все круто. Это типа звучит стрёмно, это R13 и Kanye West, так что не... Все, мы завалили. Да, правильно, да. И в какой-то момент я... Все равно они новые, они лежат в коробке, но когда придет их час, я достану, и они будут... Мне знаешь еще, что профессионально бесит? Я, например, ненавижу, у тебя удобно очень, поэтому я не в новой обуви. Но когда ты сидишь и видишь подошву, ой, я не люблю, когда подошва не новая в кадре у людей. Типа для меня это прям грязная... Ну, хотя бы протрить ее. А когда ты с улицы пошел, и ты видишь подошву, но это чисто профессиональные приколы. Блин, мы с вами, да, мы часто в гости ходим, да, сниматься, и у самих там куча контента. Мы, конечно, немножко... Мы испорчены этим. Но у меня мысль такая есть. Мне кажется, что социальные сети в принципе вообще не помогают разумному потреблению. потому что если ты из поста в посте в посту в одном и том же, это не круто. И то есть как бы социальные сети вынуждают постоянно покупать что-то новое. Извините, пожалуйста. Что? У меня есть у тебя ответка на это. У меня есть еще один челлендж, который я сделал. Мочи. Вы знаете, я делаю полосатые свитера. Может, вы слышали? Да, и даже видели. И один... Многие думают, что это был момент продвижения. А в частности, когда у меня был вот этот вот челлендж отсутствия покупок, я ходил на съемки. И я подумал, а что, зачем реально постоянно в новом? То есть у меня было ощущение, что я должен кого-то удивить, вот про что ты говоришь, да показать, что я могу себе позволить, что ты и так далее. Что я должен демонстрировать свои луки, потому что все равно... Нет, даже если ты куда-то идешь, у тебя есть теперь контентик, который ты можешь выложить. И ты в чем-то новом. А я никуда не хожу просто. Поэтому... Да, то есть меня удивить кого-то в тусовке, это вообще у меня нет такого челленджа. А про социальные сети я понимаю. И тут я подумал, а что, если я буду ходить на съемки в одном и том же? И у меня есть пул из восьми каких-то проектов, в которых я сижу принципиально в одном и том же свитере, в одних очках, с одной сережкой, в одних джинсах. И только там, по-моему, обувь меняется, потому что было когда-то жарко летом, и я в сандалиях. Ты как гость, которого в 3D где-то скачали и посадили. И это был прикольный эксперимент с точки зрения... Мне было интересно, как на это отреагируют люди, как мне кажется, которые плюс-минус интересуются модой, все равно обладают определенным снобизмом, указательным на то, что тебе нужно выглядеть там, удивлять людей образами, и поэтому постоянно нужно что-то новое наряжать. А с другой стороны... И будет ли какое-то от этого ощущение... И второе, мне было интересно, как я себя буду вести, что я прихожу, и в чем я уже снимался, я уже снимаюсь еще раз. И никто этого даже на это не обратил внимания. То есть думали, что это я как будто либо продвигаю этот свитер... Да, это был я. Либо, не знаю, а мне было... Ну, то есть я прям шел, у меня полный гардероб, вообще просто битком вещей, там хочешь комбинировать, не комбинировать. Я просто принципиально надевал одни и те же вещи. И всем по барабану. Всем вообще настроен. Я тебе могу сказать, что это сработало. Ну да. Как продвижение это сработало, потому что у меня уже ты сросся с этим свитером для меня. Потом еще в этот же момент, мне кажется, кто-то стал носить его, типа Тоси Чайкиной. Можно, да. И вот как-то у меня одновременно все было в этом свитере. Но это тоже прикольный эксперимент, потому что на самом деле тут, независимо от того, что я работаю в индустрии потребления, то, если честно, очень много правил выдуманы. И вот удивлять всех луками, выкладывать это в социальных сетях, если честно, глобально, то, наверное, всем все равно. Так-то. Ну, там, я не буду сидеть, наверное, но я, конечно, и не целевая аудитория. И изучать, новая на тебе сейчас футболка или нет. Вот снимался ты в этой... Прикинь, я парюсь, я когда иду на съемку, в чем-то, в чем я, возможно, где-то уже был, я думаю, блин, а это же заметят. Вот, я ради этого... Лиша, что у меня выдумки нет, что еще такое. Да, или что, я не даю бог миссии. Ну, погодите, ну, в вашем случае это вообще не работает. Я не знаю, как ты сейчас себя называешь, да, но ты к нам пришел из моды, да? Сейчас переродился в... Во что, кстати? Ты сейчас кто? Как ты себя ощущаешь? Коуч. Я коуч. Ну, судя по тому, что я транслирую, я реально как будто попахиваю тоже, да, улучшайзингом. Да, да. Ждем марафон. Да, марафон, марафон как избавиться... Марафонец! Я марафон. Да нет, я как и был блогер и стилист, я так и остаюсь. Вот, блогер и стилист, ты тоже стилист. Ну, получается так. Ну, вам как бы положено. Есть такой момент, но видишь... И вы как бы между двумя как бы зажаты тисками, да, то есть... Ну, это был эксперимент, я сейчас уже... Все, это я попробовал. Какой ты стилист, и ты в одном и том же ходишь. Ну, вот, ты знаешь, в этом и прикол, потому что люди, за которыми я слежу, и для меня являются международными там вообще музами в рамках своей работы, они вот одеваются вообще на пофиг, они тоже там становятся медийными, им глобально там все равно, потому что там один из моих любимых, сейчас, ныне уже главный редактор журнала интервью, всю жизнь ходит в джинсах и в джинсовой куртке, и ему пофиг. То есть он всегда одевается абсолютно одинаково. Я подумал, а что, если попробовать с собой это... А почему ты такую заметную вещь выбрал? То есть, Леш, можно же выбрать вещь по черной футболке, ее же вообще не замечаешь. Да, да. Но смотри, Гоша сейчас открыл на самом деле тайну, потому что я был в полной уверенности, что это промо определенной вещи. Серьезно, я так думал. Потому что она очень заметная. Почему ты выбрал не, скажем, белую футболку или черную футболку, которую вообще, в принципе, не замечает глаз? Ну, просто эта вещь, она мне была органична, я же придумывал, в частности, чтобы мне было комфортно. То есть она оттуда ушла. Оттуда есть такое слово? Оттуда? Нет. Оттуда. Ну, считай, пусть будет. Оттуда. Оттуда шла. И русский, да, потянуть бы, конечно, хотелось. Поэтому, не знаю, не знаю. Правда? Ну, прикольно, и что? Это и сработало, и мы начали. Или если выбирать прием, так идти до конца. Ну, черная футболка, это следующий уровень. Ну, черная футболка, это слишком скучно. То есть я бы, наверное, в черной футболке не смог. Вот Игорь Чапунин ходит в каких-то таких супер-бэйсике, ему комфортно. Или еще какие-то там вот есть такие персонажи. Много, кто, мне кажется, просто в черной футболке. Кто просто в футболке. Олег Газманов, например. В тельняшке, мне кажется. В тельняшке, да. В тельняшке, кстати, супер. Но вот прям... Но еще есть другой момент. Мне это было комфортно, потому что я не испытываю, как ты, как Рогов, как даже ты или Марианна, я не испытываю восторга наряжаться. То есть у меня нет от этого какого-то там прям... Нет? ...процесса. Мне кажется, что вот просто Леша любит, мне кажется, ты в целом любишь... Мне так пофиг. Нам поэтому, наверное, Леша, с тобой сложно расхламляться, да? Мне очень сложно расхламляться. Причем я сейчас, пока мы в процессе беседы, я выяснил, что это касается не только одежды, это касается и просто вещей некоторых. Ну, типа посуды, например. Или каких-то штук. И я просто очень боюсь, что однажды я превращусь вот в этого деда, у которого дома, ну... В моего отца. Ну да. Только они наоборот. Вы заметили, что мы не расстаемся с вещами, которые нам уже не нужны, а моя мама, например, она не расстается с вещами, которые ей очень нужны, но она их не юзает. Типа сервиз. Типа до сих пор у нее сервиз. У меня уже и свадьба была две даже уже. Ну, для чего ты вообще тогда хранишь его, мама? Ну, смотри, может быть, будет какой-то еще более торжественный случай, чем... Третья? Вторая твоя свадьба. Да. Я шучу, Марьяна не смотрит. Свадьба твоих детей. А, на Ванечке, Ванечке. Вот, смотри, я про это. То есть, да, там же такая лойка. Да, да-да-да, скорее всего. И это откладывание жизни такое, просто это вот с этим связано. С этим, кстати, связано, и знаешь, купить себе классную вещь и положить ее, чтобы она вот... Ну, куда-нибудь схожу, когда повод будет, и этот повод не происходит. Такого таких нет? Нет, у меня есть белый костюм, например. Ну, это свежак, я знаю. Это свежак. Да, мне донесли, что это свежак. Ну, я его же не надену просто так. Что за белый костюм, только что тебе даже донесли. Ну, мне донесли. Мы скоро узнаем. Что там? Ждем, что он выйдет в белом костюме. Люди шепчутся? Люди говорят про белый костюм. Какое-то невероятное. Выход в белом, жаль, не пальто. Так вот. И есть вещи, которые действительно мы даже... Слушай, это может быть не белый костюм. Есть, например, у меня там пара обуви одна, которую мне просто обломно вот в такую погоду вообще надевать. То есть я буду ждать, пока на улице будет стерильная чистота. Вы не представляете. Когда помоют улицы с мылом, и только тогда... Прости, пожалуйста, Леша. Ты вновье, я вижу. Я ждал 4 месяца, когда в Москве будет сухо. Я их протираю под этими влажными салфетками два раза в день. Понимаю. Я понимаю, что все, я уже их потерял. Они никогда не будут совершенными больше. Да, потому что это ощущение, когда ты надеваешь что-то в первый раз, оно ни с чем несравнимое. Я вот тебя очень хорошо в этом смысле понимаю. Вот. Так я к чему начал-то? Мы с тобой любим наряжаться, и нам сложно расхламляться, потому что, а вдруг вот какая-нибудь вещь, вот мы ее все-таки как-то вот возьмем да заново подадим. Но вы не понимаете, если я не люблю наряжаться, это не значит, что я меньше покупаю. В этом и прикол. То есть у нас по-другому. У нас весель. Ну, сколько это у тебя порубля? Ну, ты из-за тебя... Ёлки-палки, я боюсь проклятий в свою сторону. И сейчас скажу. У тебя сколько, ты знаешь? Ну, 50, наверное. Мне больше 50. Не-не-не, я сейчас так... Раз, я по полкам считаю. Раз, два, три. Ну, у меня парт 25, наверное. Это любительские цифры. Ну, у меня... Да, потому что у меня basic. У меня очень много ушло в то, что я продаю, потому что я раздаю там и так далее. Мне очень повезло еще, что, в частности, вот у меня племянник моего размера, он вырос, и все, он как бы у меня с восьмого класса ходит в дресс-ваноттане, не понимая, что это. Да. Да, с обувью еще такая штука. Блин, маркетинг серьезная вещь. Она залазит тебе в голову и хочешь, не хочешь, ты иногда не можешь сопротивляться ему. Мы все коллекционируем обувь, мы теперь все сникерхеды и так далее. То есть из этих 50, да мне, наверное, даже больше пар, которые я не понимаю, как я вместил в свою квартиру, да, я ношу процентов 10. Может быть, 7. Так, поставь себе челлендж. А все остальное у меня в коллекции. Ну, какая коллекция? Я вот, ты прав. Вот нахрен мне нужны они. Экспериментируйте. Поставь себе челлендж 2 месяца 50. Да, каждый день надевать новую обувь из этой коллекции. Все. Под нее-то нужный лучок под каждую там перезаблетать. Все, отталкивайся от этого. У тебя есть кому обратиться. Усложни себе жизнь. Усложни себе жизнь. Но это интересно. И жене своей. Потому что тут включается очень много креатива, брожения. Ты потом поймешь, что тебе на самом деле это не нужно. Ты поймешь, что тебе некомфортно. Ты никогда в этой обуви не будешь ходить в какое-то там, пройти. Либо, правда, отдай куда-то. Зачем тебе это? Только не брату. Только не брату. А про Марию Кондо рассказать вам быстро. Да, давай. Ты же придумал ее? Да, я придумал ее. Знаешь, у меня иногда бывает такое, что я сижу во время подкаста, и гость говорит, ну вот это вы же знаете. Я такой говорю, как конформист, так знаю. Я думаю, он меня сейчас поймал. Не знаешь. Гость, да нет этого. То есть ты же знаешь вот этого штука, я знаю. А, попался! Этого нет. Да, так же и тус Кондо. Нет никакой Кондо. Она есть. Есть, да. И мне, кстати, про нее рассказала Марианна однажды. Там есть буква М. А Мария – это твоя жена. Там есть буква М на конце. Или просто Кондо. Я недавно. Ес. Если мы про... Я недавно знаю. А это было, если мы говорили про захламление. Я теменцам хотел сделать, кому... А тут же расхламление? Я... Это, может, про расхламление как раз. Я хочу сказать тебе огромный вообще респект. Я тебе никогда в нем рассказывал. Ну, это просто... Ты же отец мемов России. Чего? Ну, то есть ты просто... Ты же у истоков в интернете стоишь. Это так и есть. Это правда. Потому что недавно я с таким восторгом, удовольствием вообще просто... И в частности гордостью, что эти знаете, могу написать и позвонить. И сейчас с тобой все же общаюсь, посмотрел короткий ролик про как человек несет тортик. Это самый первый репортаж в рамках вот этого... Я говорю, я тортик... Валя, ты снимал? Валя снимал. Валя снимал. Мы же вы сколько лет вместе. Я очень... Я очень лоялен. За своих... Боже, я тортик несу. Я тебе, пожалуйста. Я просто думаю, господи, это... Это, знаешь, это одно из тех видео, как вот я думал о сова, который навсегда... Это все, это уже в нашей... Поп... В ДНК. В ДНК. То есть ты уже реально в истории мемов как человек. И у меня в какой-то момент просто... Я помню этот тортик, но у меня почему-то ты выпал из него. А потом я смотрю на это видео, и ты берешь это интервью, и я думаю, так я же общаюсь с легендой. Мне тут иногда говорят, типа, что ты не снимаешь часто смешные рилзы? Я думаю, зачем? Ты можешь с те все переделать? 15 лет назад буквально все снял уже, и оно просто... Тебе надо, да, тебе нужно это все как-то завести... Я... Оно само. Само, да. Ну да, оно самоорганизировано. Как-то само. Короче, да, это было... Спасибо, Гош. Да, но это просто... Это такое... Ну, это прям... Ну, я не знаю. Это в истории интернета. Это время было настолько удивительное, потому что телевидение и хулиганство были несовместимы. Да. То есть, если есть человек с микрофоном, значит, все серьезно. Это уже было телевидение. Это было телевидение. Интернет тогда был по модему, там, не знаю, все было плохо. Короче, там просто сразу же берет интервью человеку, который... Что ты ему спрашиваешь? Что вы несете? Я уже не помню. Что вы здесь делаете? Ну, просто он берет там интервью, что вы здесь делаете? Нет, я вижу, что человек занят делом. Они несут очень важный предмет. Вот такого размера. Торт. И они очень потеют, потому что если он упадет, они лишатся там вообще глаза. Так. А я надоедаю вопросами про жизнь. А у него вот здесь вот просто вот эта конструкция. Представляешь, мы сейчас стол с тобой возьмем этот, и он говорит, что вы сделаете? Он говорит, я тортик несу. Ну, короче, это прям... Это культ. Такое не выдумать. Это просто великолепно. Да, но всегда в таких мемах, в интервьюшных, всегда заслуга того, с кем ты говоришь. Просто нужно вовремя подойти к нужному человеку, как бы сердцем выбрать, и спросить нужный вопрос, чтобы он раскрылся. Интересно, как у него жизнь вообще сложилась. Если вы это смотрите, напишите в комментариях человеку. Ты несешь еще тортик или уже принес? Или донесли. Да. Ты что-то спросил, извини. Как дела? Невозможно с тобой по плану разговаривать. Тортик. Какой-то был вопрос у тебя интересный. А, Мария Кондо. Да. Да. Быстро расскажу. Эта философия называется книга «Магия уборки». Очень всем советую. Это есть напечатанная. Это бестселлер во всем мире. И она рассказывает, что на самом деле, правда, в любой вещи, вот в этих губах, в этом стакане, есть энергия. И нужно... Для тех, кто аудио слушает? Да, для тех, кто... Гоша не про наши губы говорит. В этих губах есть энергия. Хотя в наших губах столько энергии. Перед ним стоят гипсовые губы. Да, да, да. И трогаю их. Да. И в... Каждой вещи есть энергия. В каждой вещи есть энергия. И вы себя окружаете ей. А если вы о ней взамените, знаете, вот эта традиция, весенняя уборка или перед новым годом, вам же легче прям дышится дома, да, очень часто. И вот это как бы просто очень сильно раздутая вот эта история. Она, если я не ошибаюсь, Япония, и она просто так, как там фэн-шу и вообще культ обустраивания пространства, она в целом создала профессию, которая сейчас называется организаторы пространств. Есть люди, которых ты можешь нанять, они тебе придут все как-то на скин складывать, как Марьяна Елисеева научит в соты. Понимаете? Это мастер вообще. Это просто, я благодарен до сих пор за то, что у меня есть соты для трусов и носков. Марьяна, прям респект, это лучшее. Она лучшая. И она рассказывает, как этот процесс делать. И на Нетфликсе есть сериал, я вам очень сильно советую, реалити-шоу, которое так и называется, что-то там, Марья Кондо, что-то, что-то. Она расхламляет квартиры. Она расхламляет квартиры, дома. И ты просто приходишь, а люди собирают деревянных щелкунчиков. И она вот это вот все, короче, зачищает. Очень круто. И объясняет, что ваша жизнь, правда, с этим меняется. Поэтому я вам советую. Это крутая мотивация. Это просто... И там есть даже прям определенная процедура, как делать уборку. Она обычно занимает максимум неделю. Ты берешь вещь, например, и... Всего-то? Всего-то. Ну, 50 пар обуви, это с терапевтом стоит обсудить. Да. И ты берешь листик и такой, какую... Вот ты... Spreading Joy, это называется. Типа, несет ли... Как это по-русски сказать? Как это по-русски? И ты из Нью-Йорка? Like, а потом Луи Виттон, whatever. Like tomorrow. Короче, то есть ты должен понять, что ты чувствуешь. И там есть три категории. Если ты ничего не чувствуешь, ты от этого избавляешься. Если ты под вопросом, ты это какое-то время еще хранишь, но есть какой-то определенный отсек, нужно тебе это или нет? Наподумать. Только не говори, пожалуйста, чем шоу кончилось, ладно? Да. Успехом-то там. Короче, это прям... У нее есть даже линия коробок, еще что-то. Это супер. Я вам советую. Но вообще, в принципе, приборка крута. То есть я, когда мне нужно подумать, я хожу, прибираюсь. Вот мы с Марианной у нас... Повезло. Мы живем не вместе некоторую часть недели, а быть хочется друг с другом по телефону. И вот она прибирается у себя, я у себя. Ой, я обожаю созвездно делать, когда прибираешься. Вообще топово. Нет, я не люблю прибираться, вот в чем дело. А расхламляться вообще... А так поболтать люблю, если что. Но мне тяжело, мне тяжело, избавляться от вещей. Но в это... И просто, если честно, давай посмотрим вокруг. Да. Ну вот это... Хрустальные арбузы, а никакой функции нет. Это нам досталось наследство. Это арт-объект. А-а-а. Не хрустальные, а керамические. Керамические. Хрустальные арбузы, это звучит как-то премия. Да. Хрустальные арбузы. Хрустальные арбузы для вас. Короче, какие-то такие штуки, они, если честно, правда, очень сильно помогают. Поэтому вот... Ну и все. Да. Но насчет энергии вещей. Я в метафизику не верю. Скорее, у нас есть отношение к вещам. Да. Я тут нашел треники. Я не знаю, почему я их всегда с собой перевозил. Какие-то вот треники, типа для дома, которые у меня с момента переезда в Москву. Но это важная для тебя вещь? Нет. Она мне напоминает... Вообще, это был другой человек, который приехал сюда. Столько боли было, страданий и сложностей. И я смотрю на эти треники, их нашел, и я думаю, что они делают у меня вообще в жизни моей? И выбросил. Нет, я их в деревню отправил. Дядя, пусть эта энергия с ним там будет. Так ты же сказал, что ты не веришь в энергию. Да, я шучу. Да. Для него это просто вещь. А для меня это вещь, которая напоминает мне вот то мое прошлое. Мне было тяжело здесь в начале в Москве. Я не понимаю, зачем вот это напоминание. Я уже другой, все здорово, и мне не надо этого. То есть это не совсем энергия, есть отношение к вещам. Отношение к вещам. Но смотри, у меня есть вещи, которые я носил в 19 лет, в 20, ну то есть вообще очень на самом деле. Ты влезаешь в них до сих пор? Да, я в них влезаю до сих пор. И они есть. Они, конечно, смотрятся странно. Но я верю, что однажды я смогу их заново как-нибудь завернуть и носить. А вот ты живешь в одном месте в Москве? Да. Ну просто я, это моя, вот сейчас я снимаю уже десятую квартиру в Москве. Ну это тоже моя, уже определенная по счету квартира, которую я снимаю в Москве, но я в ней долго просто живу. А, ну просто да, я вот каждый раз, с каждыми переездами просто... Тут еще, знаете, вот про вещи надо поговорить. Вот окей, там понятное дело, что одесса одежда, как будто бы понятно, что ее... Ну даже как бы я тут сейчас не философствовал, у меня много одежды. Или там украшений еще у меня дофига. Я просто даже не знаю, куда их носить. Все, ну просто как цыганский табор могу изображать из себя. Просто вот, я покупаю, тоже понимаю, но мне нравится ими обладать. Да, да, да. Все булочки свежие. Но я, я, правда. Кстати, оцените кольцо. Мне нравится. Далека вот я хотел спросить. Сегодня меня подогнали. Ты можешь найти эту девочку? Как ее зовут? Хотя бы. Мияза тут написано. Да. Мне кольцо сделали. Класс. Мне нравится. Не надевай, тестостерон по тебе повысится. О-о-о. Нафиг надо тебе это. Супер. Ой, у нас с тобой примерная зубь. Нет, но у тебя побольше руки. У меня толстые сосисы, а не пальцы. Не будет шутить. Вещи, вещи, вещи. Много украшений. Да, нет. Еще есть какие-то предметы. Знаете, вот у меня проблема. Мне очень нравится глянец. Я фанат дикие. И книги, вы знаете, настольные, которые красивые, дорогие. Я в какой-то момент как сумасшедший. Вот все друзья мне знают. У меня просто невероятная коллекция. И когда мы перевозили с офиса в ковид, закрывали офисы, переезжали на склад и ко мне домой, грузчики посчитали. У меня тонна сто книг и журналов. Вы можете себе представить это? И мне, мы сняли даже ролик. Я снял, кстати, ролик у меня здесь на Ютьюбе про распродажу вещей. Можете посмотреть. Многие позиции еще до сих пор доступны вообще за три копеечки. Мы сняли ролик. Мегу отнеси. Могу, кстати. Да, там уже пора, походу. Никто не возьмет, Гош. Никто не возьмет. Почему? Ну, ты видел их? Да. Все полосатые. Короче, мы сняли ролик, я его даже не выпускаю. Я хотел так же поступить с библиотекой, но я не могу. Просто мне жалко, у меня есть там издания, которые супер редкие, я их находил, и сейчас они просто недоступны. Для меня они очень важны, и я просто не представляю. Мне кажется, что я как-то Малыгиной подарил две или три даже книги. Она очень любит Хельмута Ньютона, и у меня была вот самая большая, которая у них есть, гигантская. А здесь был шоурум мамы Даши Малыгиной. Да, да, да. И мне до сих пор жалко, что я их отдал ей, потому что я понимаю, что они такую ценность, как мне, ну, то есть она их, ну, скорее всего, я даже не знаю, где эти книги. А давайте подумаем, какая вот разница между ненужными вещами и типа книгами, журналами, которые эстетически вот просто тебя привлекают. Это вот кому-то, если честно, тоже ненужная вещь. То есть я не сижу каждый вечер и не листаю альбом. А я тебе больше этого скажу. Я покупаю книги и всякие артбуки, и я их даже не листаю. Не открывая. У меня такие... И вот, да, я в какой-то момент задумался, я перестал покупать. Я знаешь, когда понял, что у меня проблемы? Прости, что я тебя перебил. Голпава. Смотри, когда был ковид, наступил, я подумал, ну, вот оно, настало время. Полистать книги. Когда я наконец-то сяду и это все полистаю. Ну, я же нормальный. Я как будто бы еще больше не листал даже. Типа активно не листал. Смотрел и вот как бы плевал на них. Да. Мне просто нравится, что у меня дома... У тебя нравится мысль об их обладании. Да, да, да. То же самое, как у меня, сколько, мне кажется, пар 30 солнцезащитных очков, я ношу одни. Но я знаю, что у меня вот эти вот есть и все. Это тоже своего рода коллекция. А это что с нами так? Это... Это бедное детство. Маркетинг? Бедное детство. Я очень бедно. Слушай, но я не могу сказать, что у меня было какое-то супер бедное детство. Нет. Но у меня есть вот этот вот какой-то... Какая-то проблема. Ну да, если эта сестра держалась в секонд-хенд, у вас там что-то при бабках. Нет, смотри, сестра держалась в секонд-хенд не из-за того, что ей нужно было какое-то хобби, развлечение. Это тогда был прибыльный бизнес в то самое время. У вас, наверное, и видик был? А? И видик, наверное, был. Видик был, да. У меня не было. Классовое неравенство сейчас. У тебя был и видик? Я чувствую. У меня телефон домашний, стационарный, появился, когда мне стало 18 лет. То есть я жил вообще в каком-то там, не знаю, в 19 веке. А у тебя мобильного сколько появился телефон? В восьмом классе. Это был 2000, простите меня, второй год. А у тебя? На первом курсе университета. Вот, то же самое. Ага. Понял? Богач. Богач. Непа-бэйби. Слушай, это золотая молодежь. А вот ответь мне на вопрос. Вот если бы твоя профессия не была связана с твоей профессией, вот просто представь себе, что ты чувак, который просто ходит каждый день на работу, и у тебя нет жены по имени Марьяна Елисеева. Да. И вот... Ну, короче, ты 10 лет назад. Да. У тебя было бы столько одежды и было бы у тебя столько потребностей ее покупать? Ну, я к этому и кланю, что, например, вот я люблю баскетбол. Да. Я не... Чего ты зеваешь? Я пытался незаметно, чтобы потом смонтировались, блядь, зачем ты так это... Душно, потому что... Да. В итоге это в тизер войдет. Да, да, я уверен. Да. И я не связан никак с тем, что меня там приглашать на шоу и так далее. Но я смотрю на чуваков, на своих кумиров, да, и такой, о, погодите, по-моему, часть баскетбола это постоянно наряжаться в что-то новое. Я могу условно схватить их стиль, потому что он плюс-минус одинаковый, и начать вот в этот цикл войти покупки вещей и захламления. Я к тому, что везде нас атакует вот это вот потребляй, 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 и я жертва. Ну, видишь, как они начали через баскетбол дотягивать свои ручки уже до тебя. Да. Просто я говорю, что с этим ничего не поделать уже. То есть, мы будем покупать вещи, только надо научиться как-то от них очень грамотно избавляться. Так вопрос, а вы как-то вообще избавляетесь от одежды? Ну, то есть, я не вижу проблемы в потреблении глобально как бы вовменяемом. То есть, это никогда шапоголизма, когда ты пытаешься, экспериментируешь, идешь к своему стилю и дальше там разрабатываешь то, в чем тебе сейчас комфортно, потому что одежда и наряжаться, ну, это должно приносить удовольствие в любом случае. Ты должен кайфовать от того, что ты несешь и внешне, и внутренне в любом случае. Даже если, как я позиционирую себя, что я не наряжаюсь, ну, на самом деле есть определенный посыл, который есть в моей одежде, даже если она кажется простой. Но вот вы скупаете вещи, но если бы вы все хранили, вы же вряд ли бы помещали в квартиру, где вы живете. Вот именно, что есть несколько каналов ее дальнейшего распределения. То, что, например, супер дорогое, какое-то супер брендовое, вряд ли я пойду и вынесу, положу в подъезде на почтовые ящики. Правда же? Я, соответственно, это перепродаю, конечно же, через там ряд каких-то ресейл-платформ. Другая категория, это что-то не брендовое, что-то там простое, это либо распределяется тоже по родственникам ближнему, дальнему кругу, где-нибудь еще, по соседям иногда, знаешь, вот как-то так. Я знаю точно, что моя соседка, например, помогает многодетным семьям и вещи в хорошем состоянии. Я обязательно передаю ей, потому что я знаю, что там много мальчиков разного возраста, и типа они там могут это как-то носить. Куда? И, соответственно, вот примерно так это пока распределяется. Но хотелось бы еще какие-то каналы на самом деле нащупать, потому что есть, например, одежда, которую ты не можешь отдать в семью, например, потому что она не в суперсостоянии, ну, прям в не очень хорошем. Вот что делать с ними? Просто на... Леш, мега! Так я вот к этому. Это подводки. Я ждал, когда вы предложите. А я сижу и думаю, ну, ты в угораешь или нет? Надо было просто раньше отстрелить. Короче, я уже ведровод, то есть у меня четыре ретро-тачки. Да. Ведровод. Да. Да. Ездит на ведрах. Ты птилая ведровод. Да, да, да. И у меня машины как бы, ну, винтажные. Да, это с точки зрения новой машины, купленной вчера, это полный хлам. А ты можешь машину в меня голос дать? Могу, наверное. Надо онлайн узнать, да? Но не буду. Я не буду этого делать. Ни за что. А есть, я думаю, люди, которые по себе, которые надо, да? Говорят. Вот почему-то я понимаю ценность, скажем, винтажных часов, которых у меня очень много, советских. Опять-таки, это старая вещь, которая кому-то кажется бесполезной и глупой. Мне прям сокровище. Вообще я люблю. У меня на новых ремешках они прям вообще муа. Вау. Вот. Смотрятся очень дорого. Вот. Я понимаю ценность старых автомобилей, которые и как раз хороши тем, что они такие примитивные, да, и вообще не из этого времени. А вот типа вещи я хочу обычно новые. Странно, да? То есть вещи я обязательно хочу вот вчера купленную. То есть ты вторично не потребляешь именно одежду? Типа, не знаю, вот в детстве я, видимо, объелся этого. Я потому что обожаю. И вот на самом деле у меня в этом в том числе проблема, потому что там где-то треть моего шкафа это привезенные из разных стран находки из всяких винтажек и секондов. Ну типа как я могу избавиться от пальто, которое я купил там в Маре, в Париже, например, да? Понятно, что я в него уже так себе, ну как бы оно сидит не так, как уже хотелось бы мне сегодня. Но я все равно не буду от него избавляться, потому что это воспоминание о периоде времени и о поездке еще для меня. Вот, что важно. И вот этого у меня много довольно. И с этим я не прощусь, кстати. Леш, у меня есть вещь из винтажного магазина в Турции куплена. Марьяна выбирала. Кожаная куртка байкерская из Америки, да, куплена в Турции. Но мне кажется, она одна на белом свете. Все, больше в винтажке я ничего себе не найду. Все, вот вопрос закрыт. Не знаю, почему мне кажется, что вот это тоже мой косяк, что я все время хочу новое покупать. А то, что вещи должны в принципе циркулировать, пока не распадутся на молекулы. А ты куда, вот захламление, как у тебя происходит? Я отбожу либо в деревню, у меня есть родственники в деревне, им на общем все равно. на такой платформе, без платформы, они там найдут куда. Там совсем прям треш туда уезжает. Потом есть ближайший круг родственников, вот так, как у тебя, Леша, ты сказал. Но там вот тоже мое не нужно часто. Они не понимают, как носить оверсайз, на меня, на дылду, пиджаки. Куда это все? Три маленьких сшить из этого? Ну да. Плед. Вот. И мне жалко. Я хламлю. Никуда, я никуда не деваю. Я просто хламлю. И ты не делаешь разбор весь этот? Нет, у меня вот здесь офис, и у меня там есть как бы гардеробная, где половина висят мои костюмы сценические, а половина мои старые вещи, которые, может быть, пригодятся. Там есть костюм, который ты брал в интервью у Тортика? Нет. А, кстати, этот костюм я с выпускного у меня. Он где-то еще есть? Вроде нет, все, я потерял его. Ну вот, ты же куда-то потерял его. Он утерян, да. Может быть, просто... А есть такая опция? Может быть, нужно сделать разбор за тебя, пока тебя нет? Вот ты уехал в отпуск, и кто-то все этот и хлам весь вывез. Например, твоя супруга. Боюсь, мы поссоримся. То есть, для тебя важно это хранить? Ну, конечно. Мне кажется, что вот этот тут анхомония, вот это, что я с собой в гробницу все это заберу. Да, да, это я. Это какая-то утопия, если честно. Да. Так она тут пришла ко мне в квартиру и говорит, дорогой, ты видел свою квартиру? Ты просто плюшкин. Да, да, да. Мне стало страшно себе, я начал в тот же вечер попираться. Вот, а мне рассказали... Я их не выкинул, я их просто переаранжировал. Мне сказали, что это с возрастом только прогрессирует. О, черт. И если уже есть сейчас вот эти вот, скажем так, наметки, а они есть у меня тоже, то я боюсь, что моя квартира будет похожа на музей-заповедник. А может быть, какое-то складирование, ну, прям, типа, вот собрать в какой-то сторидж, там какой-то, в какие-то коробки. Или как Светлана Бондарчук купить соседнюю квартиру себе для одежды. Куда-то просто транспортировать на время, просто чтобы посмотреть, вот выбрать там себе какое-то определенное количество вещей, не избавляться от них, а пока на время их куда-то вывезти и пожить свежим воздухом. И потом незаметно поджечь без пыли. Гараж? Нет, а потом, правда, уже когда ты остынешь, через какое-то время, даже через несколько месяцев можно приехать и просто перебрать. Приезжай туда как в магазин. Да, и ты уже поймешь, что ты в целом, ну, как будто вот ты без них жил этот промежуток времени, и тебе не страшно дальше жить без него. То есть в этом нет ничего такого, и тогда ты найдешь, правда, лучше кому-то помочь. То есть ты поймешь, что есть куча людей, у которых нет возможности и просто получить новую одежду. То есть им негде ее брать, им не важно его происхождение. Ну, то есть она должна быть просто аккуратной. У тебя есть куча, я уверен, новых вещей, которые тебе дарят. Там, в частности, или ты покупаешь, которые не ношены, которые могут принести пользу. Так смысл этого, если ты от этого, ну, тебе не жарко, поверь мне, не холодно. Ты можешь купить все, что хочешь купить себе уже давно. Продолжай. Ты правда коуч? Я правда коуч? да. Это, я не знаю, ему какое-то, да, особое просветление, но я, ну, тоже не сижу в пустом помещении, знаете, и эхо взять. Сотами для носков. Периодически где-то кристалл какой-то я все увижу. Гоша, а можно вопрос? Да, конечно. А когда у тебя был год без новых вещей, а трусы считались? Вот здесь, ну, слава богу, что у меня их навалом нет. Вот здесь спортивная форма и трусы. Я специально проконсультировался со своим, да, другом, что делать в таком случае, если вот мне реально... Он ведь не думал правила. Нужны, да. И он говорит, я нет, когда мне нужно было на спорт, шорты или плавки новые, типа, в отпуск, то это вообще без вопросов. Главное, чтобы это не было то, что тебе нужно носить каждый день. То есть есть носки, там, у тебя не надо ходить в носках с дырок. Тебя волнует чистота моих трусов и новизна их. Просто было интересно. Интересно, да. Слушай, я тоже хотел задать этот вопрос, но видишь, я его не задал. Да. Еще в начале. Либо, если ты хочешь год не покупать новые вещи, запасись сначала вещами хорошенечко. 50 пар обуви. И трусов. И 50 пар трусов. У тебя... А сколько у тебя пар трусов? Пар? В смысле? У меня... Ну вот смотри, да. Пар трусов. Мы же по парам их, да? Во-первых, во-первых... Передача свернула не туда. Они периодически обновляются, и я могу тебе визуально сказать сколько. Если мы возьмем вот эти классические ячейки по-елисеевски, которые, понимаешь, про которые мы говорим. Елисеевы. Елисеевские соты. Елисеевы. Они, кстати, примерно вот такие. То шкаф у меня вот такой для них специально отведенный. Так, погоди, погоди. Это примерно 20 сот. 20 сот. 20 сот Елисеевы. Нет, это побольше. 20 соток. 20 соток Елисеевы. И они просто периодически... Ну, я от них избавляюсь. Потому что бывает. Я не поверю тебе. Рву трусы. Рву трусы. В чем прикол? Вот. Я сейчас покажу этот прикол. Не надо. Сейчас я вам покажу, как я рву трусы. Давай. Без шуток. Хорошо. Видите, это мой любимый ремень. Так. 500 рублей. Видно вам? Видно? Так. Да, в магазине Рокбункер. Рокбункер. И у него есть такой прикол. Вот это вот из Рокбункера, к сожалению, здесь никак не подстраховано. И тут вот эти вот штуковины. Какие эти вот штуковины? Заклепки. Ну, серьезно. Не, не, не. Я больше так не буду. Поворачивайся. Короче, вот, видишь? Да. Здесь мы имеем вот такие вот штуковины. Так потому что 500 рублей, мой хороший. Слушай, мой хороший. Ну, дорогие такие, не делают. Приходится носить за 500 рублей. Ну. Проблема белых людей. И они постоянно рвут у меня, взаимодействуют с трусами. А что они делают тебе в трусах? Это не твое дело. Во-первых. Они же на брюках у тебя. Поэтому я постоянно слежу за тем, чтобы не попасть в конфуз и в дырявых трусах где-то не оказаться. Ну, главное мы обсудили. Как вы понимаете. А в людных местах я часто нахожусь в трусах. По профессии своей. Не получилось, да? Получилось, получилось. Хорошо было. Ну, я часто переодеваюсь на людях. Вы так не делаете? Я делаю регулярно. Ну, вот. Поэтому не очень хотелось бы, чтобы вдруг неожиданно как минимум так выкрутился. Ребята, стилисты, какие сейчас в моде трусы? Чистые. Ладно. Кстати, не факт уже. Там такое на подиуме. Не, ну, визуально они могут быть не очень, но так на самом деле они должны быть. Грязные трусы тут на подиуме показали. Да. Грязные дырявые. Роман, ну, там есть одни дизайнеры. Ну, это опять метамодерн, да, уже. Ну, это уже как-то назвать. Вам не кажется, что уже модно все? Модно все уже давно, да. Ну, неа. Вот только что вот стало вообще модно все. Как будто бы уже настолько все устали от моды, что все такие, давайте-ка мы на него какой-нибудь самый немодный... Гоша. Короче, мне наша вообще подруга привезла. У меня мокрая, да, под носки? Да. Это мокрая, а там дырка. Да. Потому что интересно. Чтобы она не мокрая, вот, видно, да, что у меня тут дыра. Короче, мне подруга привезла, она шоу все вот эту футболку из... Аргентины. Из Аргентины. И она мне дико нравится. И я посмотрел ребят определенных, музыкантов, которые просто по жизни вообще живут без вещей. То есть они просто классные путешественники диджея. И там один из них ходит в дырявых футболках. Я так посмотрел на них, которые просто от старости порвались. Да. И я подумал, блин, как это круто выглядит, когда, естественно, до такой степени заношенная футболка... И тут вселенная его услышала. Да. И тут мне привозят футболку, которая просто в подмышках рваная. И я вот теперь гоняю в ней. Это вообще одна из моих любимых футболок, которая стоила мне ничего. И меня она привезла в подарок. То есть в Боленсе такой эффект не получить. И мне она приносит гораздо больше удовольствия, чем, конечно, в публичных местах я выгляжу странно. Правильно загадывайте желание, друзья. Это вторая часть нашего марафона. Да. Мы тебе запишем его и отпустим шарики. Куда перевести деньги? Мне не надо. Да. Это бесплатно. Просто вообще... Воронка продаж, замануха какая-то. Да, но и новый курс. Вот был Дэвин Букер, он однажды на разминку, там устроено так, ты сейчас разминаешься, днем разминаешься, он перерыв, потом играем. И на разминку пришел в очень старой футболке с легендой Куби Брайантом. И там от времени дыры. И ты не поверишь. Я смотрю и думаю, господи, как круто. Скажи. Именно там видно инвестирование времени, которое очень дорого стоит. Вот мне кажется, что вот в этом и прикол, например, этого изделия, который расходится реально по швам. Мне кажется, что в этом есть какой-то вайп определенный. Поэтому модно все. А почему мы различаем дырку, которая время сделала, от дырки, которая просто гвоздя? Потому что если, ну, как бы фейк, понимаешь, если нужно объяснять, то не нужно объяснять. Что непонятного? Нельзя изобразить такое. Ну вот смотри, даже уже дырки модны. А что происходит вообще? Вот раньше были какие-то стандарты, условные. Я тут на самом деле могу тебе сказать, что это конкретно на Гоше круто смотрится майка с дыркой. Понял. Если бы я сейчас сидел в майке с дыркой, это было бы, мне кажется, странно. Это убеждение. Леш, потому что он это чувствует или почему? Мне кажется, да. Но точно так же, как ему неудобно сидеть в пиджаке, а мне суперудобно. Вот в этом, мне кажется. И теперь просто, мне кажется, каждый может найти себе что-то, что не нравится. Но это тоже такое. Это же вот за что я люблю моду, по поводу захламления и там нарядства. Нарядства. Я, например, вот почему-то уже полгода, и скорее всего, значит, это скоро произойдет. Я мечтаю об идеально шитом на мне черном костюме с белой срочкой и черном галстуке. Просто вот я хочу такой, типа, идеальный какой-то костюм. Хочешь охранником поработать? Да, хочется БМВ поводить. Да, да, да. Здравствуйте, добрый вечер, Георгий подъехал. Поставьте оценку. Да, поставьте оценку, не забудьте. Какие-то пожелания по маршруту. Короче, хочется... Музыку. Музыку. Хочется какой-то... Вот почему-то мне захотелось. Прям специально сделанный для меня костюм какой-то. Ну, может быть, двуборд, не знаю, но не сильно модный, но какой-то более классический. И просто его иметь захотелось. Просто когда, прикиньте, как все охередко... А у тебя нету что-то такого? Мне кажется, я тебе... Классического костюма? Это я для фотки, мы делали, а, типа, я не обладаю таковым. У меня есть специально шито для меня костюм, и он суперклассика. И я, когда я его надеваю, я чувствую, что он сшит на меня. Я себя чувствую просто... Да, там есть такой эффект. Как будто бы я переношусь. Вот как будто хочется такой... Я уже тут прям готов к морально... Мне кажется, что вообще должна быть одежда на самые разные случаи жизни. На случай, если захочется ходить в белой рубашке и в галстуке, и футболка, может быть, с дыркой. А там дырка будет? Дырки не будет там ни в коем случае. Там не будет, вот там не будет. Да-да-да, мне хочется, чтобы это прям был какой-то прям элитка. Ну так что, возможно, в следующий раз я буду сидеть у тебя здесь уже. Добрый вечер. И ключи так. И у тебя будет не два очка, а одно. Ну как, монокль. Почему? Нет, у меня будет такой... Я тебя представил почему-то таким мужичком из Монополии. Из Монополии? Нет, ну это полосочка. Не-не-не, я хочу какой-то прям такой классический американского психопата сыграть. Да. Так, подведем, наверное, какие-то итоги, да? Ну да, что в Мегу отвозим все вещи. Книги, книги. А что там в Меге? А в Меге сейчас на самом деле происходит целое огромное событие. Я бы уже назвал. Перманентное. Просто смешно? Просто смешно, представляешь? Потому что это легко очень. И легко избавляться от вещей ненужных. Надо расхламляться. Ты едешь, захочешь шопинг? Да. Как совмести приятное с полезным. Собери вещи, которые тебе уже не нужны, которые не приносят удовольствия. Просто возьми с собой пакетики. Ты же все равно туда едешь. И отдай туда специальные контейнеры, которые идут на благотворительность, которые идут на переработку. Только обязательно посмотри на сайте. Что надо посмотреть на сайте, Сережа? А принимаете ли конкретно в вашей Меге, в конкретном контейнере? Конкретные вещи. Конкретные вещи. Потому что если вот у вас стоит стул, но он не вписывается. Кстати, у меня с этого есть. Это мы уже говорим про сортировочные станции. Это немножко там для одежды, контейнер для одежды. Короче, везите все. Кружки. Просто зайдите на сайт, посмотрите. Ссылка в описании, да, понимаю же. Да. А гарантировано ли какое-то удовлетворение внутри? Абсолютно. Абсолютно. Дышится легче. Ты еще благое дело сделал. Да. И в Мегу попал. А потом сразу на каток. На шопинг, на каток. А в КФС? Да. Ну или где-то там можно поесть ремок. Это таки. Леш, у тебя есть какое-то соображение по поводу моды сейчас? Что происходит? Мне кажется, все в тупик зашло немножко. Как-то все уже... Все уже... Вот сейчас опять Марьяна показала, входят в моду кеды на танкетке. Ну то есть понятно, что уже все. Смотри, да, круг замкнулся. Ну, на самом деле, поскольку человеческая физика, физиология, точнее, не меняется уже несколько тысяч лет, да, по-прежнему две руки, две ноги, одна голова, одно туловище, то мне кажется, что придумано уже все. И даже если мы посмотрим на то, чем занимаются дизайнеры последние там, наверное, но два с половиной десятилетия, это переработки идей прошлого. Правда же? То есть это все время берется в качестве там референса определенное десятилетие, определенная некая эпоха, может быть, историческая, неважно. Но так или иначе, это все вот это странное слово переосмысление, очень модное. Это первое. А во-вторых, если вы заметили, то бренды и дома множатся с какой-то геометрической прогрессией, то есть их становится все больше, 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 больше и больше. То есть, например, в 90-е годы или 80-е, если мы возьмем, было там, по сути, сколько, ну там 20 таких игроков, которые постоянно выдавали и создавали какие-то тренды. То есть сейчас этих брендов огромное количество. И, конечно же, каждый из них должен что-то выдавать, чем-то удивлять и как-то шуметь. И мне кажется, именно поэтому еще такое большое количество разных трендов. Поэтому кажется, что сейчас модно все. Да. И в том числе кроссовки на танкетке. Да. А я говорил. А я одновременно с этим ощущение, что делают все одно и то же. Но смотри, те, кто живет, те девушки, которые живут, и женщины, молодые, которые живут, по нашему с твоим принципу, ничего не выкидывая и не расхламляя, сейчас залезут на антресоли, достанут свои кроссовки на танкетке и побегут по весенним улицам. В Мегу. В Мегу причем. Я, у меня есть клиентский гардероб, я вот там же продаю, вы можете поискать на моих платформах, где я занимаюсь распродажей. И я вскрыл капсулу клиентскую, продавала дом, который стоял с 2007 года. Я видел это. Что значит вскрыл капсулу? Ну, просто, короче, в общем, люди переехали в другую страну, у них здесь было жилье на Рублевке с лесом со своим. И там был дом гостевой, и в нем оказалась капсула вещей, которые они с собой, естественно, не повезли, потому что показалось, что это не нужно. И там просто все, что сейчас носят люди. То есть мы оттуда, он говорит, ну, Гош, это нужно разобрать, скорее всего, это нужно от этого избавиться, куда-то там отправить. И я достаю, а там джинсы на низкой посадке, дольщик бана, какие-то кроп-топы, юбки миу-миу, все прозрачно. Да, он-то выкладывал, там жакеты Шанель, какие-то невероятные. Остроносые какие-то, серебряные сапоги, все, во чем ходила Ксения Анатольевна времен Собчак. Времен Собчак. Времен Собчак, когда она была. Времен блондинки в шоколаде. Вот такая мода, понимаешь, которая сейчас, Юля Гаврилина, там вообще в оморок упала от такой одежды. Сергей Зверев был на пике. Да-да-да, и как она, полиция моды. Фреш-арт. И сейчас это все, ты идешь и можешь купить в Кузнецком мосту за бешеные деньги. Ну и к чему пришли? Не надо расхламляться, потому что пригодится, мода цикличная. Нет, или вот, например, отдать, продавать, потому что я уверен, что у тебя есть что-то, что сейчас вообще смешно выглядит, там, если порыться в твоем гардеробе. Да, ну подождать 10 лет, и она снова... Или даже 5. Узкие джинсы до сих пор же где-то валяются. Капец. Да, и у меня. Голубые с простроченными колянками. Есть? Нет. С дырками. С дырками, да-да-да. Ну, очень узкие. Но ты прям уже скоро опять их будешь носить. Прикинь, тогда зачем расхламляться? Чтобы помочь людям. Вот такой итог. На десерт. Ты будешь отавили, да? Да. Я в рогове. Я в винтажке. В винтажке. Мне футболка за 3 копейки джинсы за 5000 рублей. Я очень рад за наших сейчас дизайнеров. Они как-то почувствовали силы, да? Как бы ситуация экономическая на их стороне. Но вам как вообще то, что они делают? У меня ощущение, что многие делают как будто... Вообще не понимаю разницу между брендами. Есть такое, да. Да? Нет, ну смотри, есть определенные бренды, которые там изначально заявили какое-то свое направление и особо его не меняют. Да. И у них довольно-таки узнаваемые какие-то вещи, например, и там, я не знаю, комплекты. А есть те, которые вот куда ветер дунул, туда то мы и делаем. Да. И еще давайте еще и скопируем, может быть. Но это нормально на самом деле, копирование, потому что, по сути, что вот нового они изобретут? Понятно, что для того, чтобы быть успешными, нужно коммерчески успешными, нужно производить то, что люди совершенно точно купят. Верно? А в чем же дьявы-то не понимают? Ни в чем. Они похожи на... все друг на друга похожи. Похожи конкретно, чтобы я понимал, о чем речь. Ну, как будто бы ты переходишь из магазина в магазин, ты очень за них рад, прямо они большие молодцы, но вот только меняется вывеска, а вещи нет. Ну, типа базовые какие-то простые, понятные костюмы, пальто. Я, кстати, понимаю, головой откуда это? Это все уже хотят занять нишу, которая ушла. И поэтому вот точно сказал, что они бьют в массовую потребность. И в итоге, как бы, они... кто выживет? А вы хотите назвать бренды, чтобы мы потом запикаем, про что речь конкретно? Просто я правда, я вам честно говорю, я кроме тех своих друзей, я ни за чем сейчас не слежу. Ты, между прочим, стилист. Ну, блогер. Нет, знаете просто, знаете в чем дело, как мне кажется еще? Может быть, я не прав, не знаю. Но большинство российских брендов, а именно все, кроме тех, кто... С кем ты дрожишь, да? Нет, кроме тех, кто состоит в каких-то корпорациях, да, вот этих вот там, типа фэшн-групп каких-то. Они все вот насколько продали, настолько и нашили нового. То есть они не могут чаще всего сильно модничать и делать какой-то независимой моду. Позволь себе эксперимент. Давай. Ну, я продолжаю твою мысль. То есть они не могут позволить себе эксперимент, им нужен дверняк. Да, 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 именно так. Потому что иначе им нечего будет, не то что производить в следующем сезоне, не на что. Потому что у них нет инвестиций каких-то откуда-то, правда же? А такую предъяву нельзя было сказать, когда у нас были все те же самые бренды просто в доступе. Когда ты из H&M в Zara переходишь, и ты видишь одно и то же. Да, вообще то же самое. Это можно было сказать. Ну, то есть это вопрос именно сегмента, который раньше для нас был не очень заметен, который очень сильно вырос. Это именно приближенный к массовому потреблению. Но просто нужно время. И Ушатава тоже не вчера создана была. И Ушатава не сразу делала красивые показы в клубе Bounce концептуальными, да, всякими штуками и экранами, и техномузыкой. Я помню, что 10 лет же бренда было недавно. Нет, ну, короче, много лет. 16 или 17? В общем, я был на первом показе Ушатава в Екатеринбурге. Я там работал с Александром Федоровым, и они там делали показы с платочками вот так повязанными на фоне стогов сена в абсолютно непривлекательной одежде. У них был тоже долгий тернистый путь к тому, к чему они пришли. И поэтому сейчас много брендов, которые вышли, им нужно время. Нужно время на то, чтобы заработать, на креатив, выработать идентику и так далее. Потому что рынок появился, а сразу же понять, что и как они могут и умеют, ну, то есть это такой путь, он тоже не быстрый. Я понимаю, про что вы говорите, но все равно вот в рамках массовых брендах я вот сталкивался с лаймом. Я вообще, мне кажется, что они большие молодцы. Да, вообще, вообще не обсуждают. Еще раз, никто не спорит. Да, я здесь, кстати, соглашусь с Гошей вот в чем. В том, что им нужно время еще. Правда, потому что все эти бренды, которые сегодня там просто вау вызывают кучу восторга, им всем по сто лет. И они мировые. А нашим еще мало пока лет. И плюс, я считаю, что нам нужны Бернары и Арно свои, которых тоже нет. Которые возьмут, будут два конкурента. Это ЛВМА. Это брат Кандо? Кого? Кого? Кандо? Это брат Татьяны Арно. Арно. Брат Татьяны Арно. Может, нам надо сократить фамилию, и тогда все наладится? Может, Корце? Мизо? Мизо? Серж Мизо. Короче, я к чему? Я к тому, что должны появиться два каких-то финансовых гиганта, которые разделят между собой бренды. И будут их, во-первых, заниматься в них финансовыми вливаниями различными. И, соответственно, создадут такую, знаешь, и менеджмент, да. И создадут уже взрослую такую конкуренцию. Да, и тут еще сейчас закрывается много вопросов производственных. То есть, я не знаю, видели вы или нет, огромный же тренд на Denim у русских брендов, потому что они, наконец-таки, наладили отношения с Турцией. И сейчас у нас, правда, крутые какие-то появляются позиции. Но все те бренды, у которых появляются массовые, у которых есть айдентика, они не свежие. И, например, тоже Ивоны, которые очень активно... Прости. Коклюш. И у Ивоны, которые очень активно... Прости, да. Также у Иошатавы есть там отличительная какая-то вот, да, своя сейчас визуалка и кровь и так далее. И у Ивона это все опыт. И они примерно, ну, плюс-минус там одного периода начинали они совершенно других вещей. И сейчас, конечно, бы вы их засрали. И появляются такие прикольные единицы, как Намилас, да, вот, который здесь недавно открыл на столешке. Что-то, в котором есть очень сильный потенциал, и они идут очень большими шагами. Но просто, правда, бизнес сейчас, главное, это закрывать дыры и просто... Бить потребности. Да, да, да. Просто я думаю, тут как бы естественный отбор. То есть все сейчас как бы кинулись быть второй Зарой, но он живет один. Менеджмент и финансы нужны. Да, но не забываем, что есть еще куча другого сегмента, какого-то премиального, и какие-то бренды типа Аля Сорель, или тот же самый Вакушейн, который все равно продолжает игру, и, похоже, какие-то вот Рогов тоже, это какой-то даже все равно не массовый бренд. И Анциферово и прочие люди, это все продолжает свое... Ну да, кстати. Как-то становление, и есть какие-то... даже вот 12 сториз, извините, которые в каждом, мне кажется, видео упоминают про русскую моду, но у них даже уже своя идентика, но не близкая мне. Она есть, тем не менее. Да, но она есть. Я знаю, что это Лера Пьяна для... И вот что происходит с брендом, когда в нем появляется менеджмент, которым занимаются не дизайнеры, которые придумали бренд, да? И появляются деньги. Потому что я прекрасно помню первый шоурум 12 сториз, который был над пропагандой на Китай-городе, и там висело ровно 8 вещей. Да. Ровно 8. А сейчас мужская линия. Ну, сейчас, ну, смотри, это просто уже какой-то невероятнейший какой-то, как это называется... Бизнес уже. Бизнес. Очень большой. Да, и Тубай открылись. И прикольно, знаете, что я хочу в этом всем похвалишь, что очень много бизнесов, которые управляются девчонками. Это офигенно. Ну, то есть вот E-Wona, это бренд, который, собственно, делают две сестры. В главе у Шатавы стоят девчонки. Твелл Сторис, по-моему, тоже, да? Да, Твелл Сторис, девчонки, но там мужчины еще тоже. Да, их мужья принимают участие в этом во всем. Но в любом случае, это еще вот тут у нас вот феминизм, он как бы... Присутствует. Присутствует. Галочка, садитесь. Да. Феминизм был. Да, ребят, спасибо вам большое. Спасибо вам. Ставьте лайки, подписки, комментарии. Ой, ожил, ожил. Ожигов. Кандо. Кандо. Серж Мизо. Мизо. Алекс... Забыл фамилирует. Ну, как сухратить? Как сухратить? Нормально вообще. Все, давайте мы не будем продолжать. Алексу. Алсу. Плачь, небеса. Алсу. Все, всем пока. Пока. Друзья, до свидания. Йоу. Бьёмся током, слушаем эхо пустых голов. Мы ловим ветер, чтобы друг друга накрыть волной, чтобы быть вместе, чтобы быть вместе. Мы не хотим спать. Мы не хотим спать, юность слепая, идём с нами, в небе твой знак. Держись, не смотри вниз, прыгай с нами, в карман весны. Ты держи руль, я нажму педаль. Мы не хотим спать, юность слепая, идём с нами. В небе твой знак, держись, не смотри вниз, прыгай с нами, в карман весны. Идём с нами, прыгай с нами, в карман весны. Идём с нами, прыгай с нами, в карман весны. Идём с нами, прыгай с нами, в карман весны. Та-да-да-да-да-да-да-да-дам. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Си, Рёжа. Это я. Ты не хотела. Субтитры сделал DimaTorzok